Не могли бы Вы рассказать что-нибудь о бессоннице? Уже шесть лет я страдаю от бессонницы. Что Вы мне можете посоветовать? Бессонница может возникать по разным причинам. Есть люди, у которых хороший сон, но они об этом не знают. Есть люди, которые не могут заснуть, потому что их тело уже получило достаточно сна, но они думают, что телу нужно больше. Они просто накручивают себя. Я встречал очень много людей, которые думали, что они спят недостаточно. Потому что медицина говорит, что обязательно нужно спать по восемь часов. А они спали по четыре часа. Они здоровы, у них всё нормально. Если Вы здоровы, если Вы высыпаетесь и при этом спите по три-четыре часа в день, в этом нет ничего плохого. Хорошо быть в таком состоянии. Есть люди, которые не могут спать из-за своего психологического состояния. Есть люди, которые не могут спать из-за заболеваний на клеточном или генетическом уровне. Только последний случай трудно излечим. Но это не про Вас. Ваши гены здесь ни при чём. Если же клетки Вашего тела не позволяют Вам спать, то причин может быть много. Так что, если Вы не можете заснуть, я думаю, что Вам нужно начать работать в нашем саду. Каждый день по десять часов Вы будете работать на свежем воздухе. Тогда Вы точно заснете. Если это не поможет, есть способ проще. Если Вы инициированы в медитацию шунья, практика Шамбови должна помочь. Большинству людей Шамбови помогает. Если Вы инициированы в медитацию шунья, вы увидите, что она устранит нарушения сна, если они есть. Ты выглядишь счастливый и радостный. И если ты счастлива без сна, то это прекрасно. Потому что сон — это смерть. Каждый день люди умирают на четыре, шесть, восемь часов. Каков Ваш выбор? Меньше смерти или больше смерти каждый день? Меньше смерти лучше, не так ли? Только если это вызывает проблемы со здоровьем, когда это беспокоит Вас. Если голова у Вас гудит так же, когда Вы на работе. Если Ваш механизм работает не лучшим образом, сон — это как смазочная система для Вашего тела. Недостаточный сон приводит к появлению трения внутри Вас. Внутри Вас все становится беспокойным. Если появилось трение, есть способы с этим справиться. Первое — у нас есть бассейн Чандракунт. Заходите в него на 15-20 минут ежедневно, и Вы увидите, что Ваше тело охладится, оно станет хорошо смазанным, и Вы заметите, что трение в Вашем теле и уме исчезнет. Если трение пропадает, тогда то, сколько часов в день Вы спите, перестаёт иметь значение. Не все люди должны спать одинаковое количество времени. Это неправильное представление. У разных людей разные потребности сна, и одна из задач йоги состоит в том, чтобы уменьшить количество сна, потому что во сне Вы упускаете жизнь, не так ли? Люди говорят, «Мне нравится спать». Никому не может нравиться спать. Вам нравится расслабление, которое Вам дарит сон. Вы не можете наслаждаться сном, потому что во сне и Вы, и мир пропадаете, если Вы спите по-настоящему. Рано утром, в 5.30, Вы притворяетесь, что спите. Это может быть удовольствием, я понимаю. Звенит будильник, а Вы притворяетесь, что спите. Это приятно. Я не могу это отрицать. Но когда Вы спите по-настоящему, Вы не осознаёте этого. Вы даже не присутствуете. Мы не можем наслаждаться сном. Но результат сна — это то, что нам нравится. Мы наслаждаемся тем, что сон делает с нами в плане расслабления, отдыха, восстановления системы. Так что, если Вы на самом деле хорошо восстанавливаетесь, то, может быть, время, необходимое Вам для сна, сильно сократится. Это один аспект. Мне кажется, однажды меня спрашивали про шишковидное тело. Если выделение гормона шишковидного тела увеличивается, в Индии обычно это называют амрута, или эликсир жизни. Если начинает выделяться амрута, одним из проявлений будет сокращение сна, потому что сон — это смерть. Если в какой-то день она будет вырабатываться очень сильно, Вы вообще не сможете спать. Это нормально. Если Вам нужно знать, по какой причине Вы спите или не спите, или спите недостаточно, то проверьте своё состояние утром. Если Вы чувствуете себя прекрасно, и Вы активны в течение дня, не нужно думать о сне. Если Вы можете жить без сна и чувствуете себя хорошо, в чём проблема? Хорошо, этого не произойдёт прямо сейчас, но если так будет, в чём тогда проблема? Вы можете спать по 12 часов в день, только если не знаете, как справляться с жизнью. Не так ли? Это попытка избежать жизни. Если Вы хотите спать по долгу без конкретной цели, то в какой-то степени это самоубийство. Если Вам нужен отдых, и Вы спите, это хорошо. Телу нужен отдых. Так что... Либо работа в саду, либо медитация шумия. Одно из этого Вам поможет. Редактор селomnый вечер